Друзья, приветствую вас на канале InvestFuture. Сегодня мы с вами обсуждаем главные события из мира финансовой экономики за 3 июля и обсуждать с вами будем несколько тем. Самые яркие из них это цены на нефть, подорожание мяса в России, а также закон о компенсации ипотеки для многодетных семей. Тема номер один. По итогам сделки ОПЕК+, которая была финально уже подписана во вторник 2 июля, многие аналитики крупных банков пересмотрели на понижение свои прогнозы по нефтяным ценам. Дело в том, что в краткосрочной перспективе ситуация действительно стала для рынка нефти несколько лучше и стабильнее. Страны ОПЕК приняли решение объединить свои усилия для того, чтобы буквально спасти себя на какой-то краткосрочной перспективе, держаться вместе, чтобы соответственно ограничить предложение и каким-то образом поддержать цены, чтобы там свести свои бюджеты. Но с точки зрения более долгосрочных перспектив, как вы понимаете, когда ОПЕК у нас ограничивает добычу, она буквально уступает место на рынке американским сланцевым производителям, которые не дремлет и которые буквально за последние 2-3 года сделали огромный скачок и стремительно расширяют свою долю рынка. Поэтому по большому счету ОПЕК оказались в таком вот замкнутом круге. С одной стороны, если они сейчас не продлят соглашение, то нефть рухнет прямо завтра. И понятно, что мы уже не увидим уровня по 60 долларов за баррель. Они сейчас являются достаточно искусственными. Их специально поддерживает ОПЕК своими инициативами. Ну а с другой стороны, продлевая соглашение, ОПЕК вредит себе в долгосрочной перспективе. Поэтому аналитики двух крупнейших банков Morgan Stanley и Goldman Sachs довольно скептически высказываются о текущей ситуации. Вот смотрите, что говорят в Morgan Stanley. Продление соглашения ОПЕК на четвертый год – это длительный период сокращения добычи. Он устранит риск дальнейшего перепроизводства, но за счет значительной доли рынка для ОПЕК. Если история может служить ориентиром, это приводит скорее к снижению цен на нефть, чем к росту. Отмечают аналитики. И считают, что в этом году, во втором полугодии, котировки Brent составят в среднем 65 долларов за баррель. Это несколько ниже прежнего прогноза в 67,5 долларов за баррель. В Goldman Sachs придерживаются похожие точки зрения и полагают, что в третьем и четвертом квартале нефть окажется даже выше прогнозов банка. Именно за счет сделки ОПЕК, которые составляют 65 и 62 доллара за баррель, соответственно, для Brent и для WTI. Но продление сделки означает риски более дешевой нефти уже в 2020 году. Текущий прогноз Голдмана предполагает нефть Brent по 60 долларов в 2020 году. Тема номер два. В зоне евро пытаются определиться с новым главой Европейского центрального банка после того, как осенью этого года итальянец очаровательный Марио Драги покинет свой пост. И вот появились новости о том, что, вероятно, на позицию главы ЕЦБ будет претендовать Кристин Лагард, нынешняя глава Международного валютного фонда. Кристин Лагард, безусловно, опытный политик, но, с другой стороны, она ни дня в своей жизни не работала в центральных банках и с денежно-кредитной политикой никак не связана была. Как полагают, Кристин Лагард будет продолжать ту ультрамягкую денежную политику, которую выбрал ее предшественник, глава ЕЦБ Марио Драги. А я напомню, что за то время, пока он находился на посту ЕЦБ, он утопил буквально ставки Европейского центрального банка. Ставка по кредитам была снижена до нуля, а ставка депозитам и вовсе ушла в отрицательную зону до уровня минус 0,4%. Кроме того, Марио Драги провел эмиссию евро, закачав в систему 2,6 трлн евро за несколько лет через операции по скупке активов. Ну и, как мы понимаем, такая политика является в целом долгосрочно негативной для курса европейской валюты на международном рынке. И сейчас предполагается, что Кристин Лагард эту политику продолжит. Интересно, как меняются ожидания, потому что еще буквально полгода назад рынок верил абсолютно, что ЕЦБ будет повышать ставку вслед за Федеральной резервной системой. Но вот эти вот наши самые торговые войны порядочно подпортили крови всей мировой экономики. И мы видим, что сейчас центральные банки ищут способы каким-то образом обрести стабильную почву под ногами в эти зыбкие времена. И готовы стимулировать политику, вбрасывать больше дешевых денег в экономику, чтобы она справилась с текущей ситуацией. Ну, собственно, уже ходят слухи о том, что ЕЦБ может запустить новый раунд количественного смягчения, quantitative easing. Это может произойти уже в ближайшее время. Ну, кстати, в сентябре, напомню, ЕЦБ возобновляет программу Teltro, программу долгосрочного кредитования банков. И, соответственно, рассматривает также возможность дальнейшего снижения ставки по депозитам. Как говорит источник агентства Reuters, близкий к Европейскому центру банку, там обеспокоено возможным укреплением курса евро по отношению к доллару, связанное с тем, что как раз ФРС готовится снижать ставку и ослаблять курс доллара. ЕЦБ понимает, что он не может остаться в стороне, нужно что-то предпринимать. И вот источники говорят, что ЕЦБ готов потерпеть курс в 1,15 евро к доллару, но выше это уже достаточно нездоровое значение, с которым ЕЦБ будет бороться. Goldman Sachs считает, что примерно еще на 400 миллиардов евро ЕЦБ может купить облигации в рамках программы количественного смягчения. И наиболее вероятный сценарий по оценкам Goldman Sachs это QE на сумму 25 миллиардов евро в месяц. Ну а если ЕЦБ смягчит действующие ограничительные нормы, то количество смягчения может быть раздуто аж до 1 триллиона евро, считают в Goldman Sachs. Ну так или иначе, вся эта новость говорит нам о том, что не стоит ожидать существенного укрепления курса евро на мировом рынке в ближайшее время. Переносимся в Россию. Наш банковский сектор, тема номер три. Центральный банк объявил о завершении двухлетней санации ФК «Открытие». Я напомню, что санация «Открытие» положила начало череде крупных банковских историй и, собственно, начало консолидации российского банковского сектора в руках государства. И вот после того, как в так называемую «черную дыру» открытие было влито огромное количество денег, триллионы буквально, после того, как все плохие активы токсичные с баланса банка были выведены, мы слышим такие вот громкие заявления о том, что санация завершена, банк декапитализирован, банк полностью здоров, обязательства свои исполнил и так далее. Но такие вот бравурные заявления встречают довольно сильную критику в экономическом сообществе, так как предполагается, что слишком много денег на это было потрачено на попытки обелить репутацию «Открытие», хотя структура реальная, банк по-прежнему остается не слишком хорошей. И, собственно, государство, может быть, и радо было бы продать «Открытие», но инвесторов на такой нехороший актив сейчас не найти. Говорят, что в 2021 году акции «Открытие», часть акции может быть продана на рынок, посмотрим. Ну и вот, как говорит ЦБ, размер предложенной доли будет определен с учетом конъюнктура рынка и результатом деятельности самого банка. Интересно еще, что вот буквально одновременно с завершением санации ЦБ заявил, что есть претензии к бывшему руководству банка и с них планируют получить почти 300 миллиардов рублей. Тоже немножко странная история. Фактически через два года после вот этого банкротства, после начала санации, вернее, мы вдруг слышим о каких-то претензиях. Ну, понятно, что все деньги, которые можно было там куда-то спрятать, уже были спрятаны. Ну, посмотрим, как будет развиваться эта история. Экономисты. Многие сегодня сравнивают «Открытие» с «Банком ВТБ», то есть то, что называется квази-государственный банк. Вроде бы часть акций будет торговаться на рынке, но контроль все равно будет оставаться в руках государства. Может быть, поэтому новый слоган «Открытие», где банк так и позиционировал себя, как Госбанк, вызвал такое негодование в Центральном банке, потому что, в принципе, это слишком близко к правде, ближе, чем хотелось бы анонсировать это Центральному банку. Четвертая новость. Россиян предупреждают о грядущем подорожании мяса. Не менее чем на 10% может подорожать в России птица, свинина и говядина. Об этом предупреждают в Национальной кормовой ассоциации. Это может произойти из-за подорожания добавок, которые необходимы для питания животных. Дело в том, что доля корма в себестоимости мяса и птицы очень высока и достигает 60%. При этом в Россию импортируют до 90% добавок, которые необходимы для выкармливания животных. И, соответственно, мы можем увидеть резкий эффект роста цен, связанный с отменой льгот по НДС. Ну и давайте завершим сегодня позитивной новостью. Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям. Я напомню, в чем суть этого закона и кто может претендовать на компенсацию. Итак, это господдержка для семей с тремя и более детьми по выплате ипотечных кредитов. На нее право имеют родители, которые с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года у которых появились или появится третий ребенок и последующие дети и, соответственно, которые выплачивают ипотеку. Такие родители могут получить компенсацию в размере не более 450 тысяч рублей на один кредит. Для того, чтобы получить выплату, договор об ипотечном кредите должен быть заключен до 1 июля 2023 года. При этом господдержка не распространяется на детей, которые не являются гражданами России и также на родителей, лишенных родительских прав. В принципе, логично. Еще в феврале Путин в послании федеральному собранию заявлял, что если сложить компенсацию по ипотеке с маткапиталом, то получится более 900 тысяч рублей и во многих регионах России это существенная часть от стоимости квартиры. Ну и теперь у меня вопрос, друзья, к вам. Как вы считаете, является ли тот уровень поддержки, который сегодня оказывается, ну скажем, молодым семьям, достаточным для того, чтобы решить демографическую проблему? Потому что если верить последней статистике, то у нас все очень и очень грустно. То есть даже те официальные данные, которые нам показывают, они очень сильно отличаются от реальности, потому что смертность очень серьезно занижается. Вот буквально сегодня читала об этом статью. Друзья, если вы хотите узнать, какие еще важные законы и поправки вступили в силу в июле 2019 года, то смотрите наше видео про 13 новых законов, которые изменят жизнь россиян в этом месяце. Видео содержит очень такие важные фундаментальные изменения, поэтому ссылку на него закрепляю в первом комментарии под этим роликом. Обязательно посмотрите, если еще не видели. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами до конца этого ролика. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Ссылки на все есть в описании к этому видео. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture.